Добрый день! В этом видео я расскажу, как собирается головоломка с Кьюб Мегаминкс или Додекаэдрон 3х3. Головоломка достаточно старая, производится компанией QJ, несмотря на свое название, со Скьюбом не имеет ничего общего. С Мегаминксом одинаковая форма, то есть это Додекаэдр. Поэтому название Додекаэдрон, наверное, более правильное. 3х3, поскольку это шейп-мод обычного кубика 3х3. Если присмотреться, то внешние габариты будут совпадать с обычной трешкой. И как бы форма придана таким образом, что просто срезаны лишние части, и получилась форма 12-гранника. Так же, как в Мегаминксе, здесь 12 граней и 12 цветов. Но конкретно в этой головоломке цвета некоторые очень похожи. Что касается фиолетового, синего и зеленого. В том же Мегаминксе, эти цвета сделаны более контрастными. То есть голубой, синий, фиолетовый, розовый, салатовый, зеленый. Ну как бы с Мегаминксом здесь родни только форма. Что же касается скьюба, то со скьюбом здесь нет ничего общего совершенно. И не знаю, почему такое название было выбрано производителями, либо магазинами, которые продают эту головоломку. Но со скьюбом больше общего имеет вот эта версия, которая внешне очень похожа. И кажется, что это такая же головоломка на версии 2х2. Но это на самом деле скьюб. То есть также подшипники. И вращается вот эта головоломка, хоть наиболее крупная, но гораздо лучше. По устроению додекаэдрон, соответственно, аналогичен кубику 3х3. У него есть углы, которые имеют три цвета. Есть ребра, которые имеют не два цвета, как в обычном кубике 3х3. А получается три. Например, вот это ребро имеет красный, оранжевый и синий цвет. Центры здесь все двухцветные, что приводит к необходимости правильно их ориентировать. Вращение этой головоломки крайне посредственное. И оно вряд ли подходит для скоростной сборки. Я был вынужден ослабить винты этой головоломки, которые находятся под центрами. Но это помогло не очень сильно. Так что вращаться будет туго. Этапы сборки также аналогичны кубику 3х3, но за некоторыми особенностями. На первом этапе мы также соберем правильный крест. На втором этапе расставим углы первого слоя по местам. На третьем поставим ребра второго слоя на свои места. На четвертом этапе правильно ориентируем и расставим по местам ребра. И на заключительном этапе правильно ориентируем и расставим по местам углы. В отличие от базового метода для кубика 3х3, мы будем правильно ориентировать ребра и тут же расставлять их по местам. Потом расставлять по местам углы. И потом уже их правильно ориентировать. В перемешанном состоянии головоломка теряет целую форму И выглядит примерно вот так Для того, чтобы собрать крест Нужно выбрать центр, с которым мы это будем делать По обычаю мы возьмем центр, в котором есть белый цвет Например, вот этот бело-фиолетовый Рядом с этим центром должно быть 4 ребра Эти ребра двух видов Одно должно быть с преобладающим белым цветом Другое с фиолетовым Белое ребро здесь только одно Вот это, с логотипом И помимо белого цвета у него есть также зеленый и красный Для того, чтобы поставить рядом с центром Мы совмещаем белые цвета В данном случае отведем И поставим Второе ребро, которое должно здесь стоять Должно иметь преобладающий фиолетовый цвет И у нас их здесь два Это вот этот и вот этот Фиолетовые цвета имеют немного разные оттенки И понять, какое из них нужное Можно, сравнив цвета ребра и центра Мы видим, что вот эти вот цвета похожи А это имеет немного другой оттенок Поэтому установим вот это ребро Рядом с центром Ведем в сторону И поставим Видим, что все совпадает Далее К этому центру должны подходить два ребра Имеющие бело-фиолетовые цвета на кончике То есть вот здесь вот должны быть бело-фиолетовые Ищем такие ребра И находим Вот одно Вот как раз второе Подведем поближе И совместим Ошибиться здесь трудно То есть если это ребро будет не отсюда То белый и фиолетовый цвет не совпадет К примеру, попробуем поставить Сюда другое ребро И видим, что белый и фиолетовые цвета стоят неправильно Значит, это ребро должно находиться вот здесь Возвращаем предыдущее Она вот здесь Так, вот видим Хорошо подошло На центре которого здесь Можем пока внимания не обращать Мы их расставим потом И, соответственно, вот это ребро Также устанавливаем к центру Крест собран Но он пока неправильный Для того, чтобы сделать его правильным Нужно, чтобы вот эти ребра Совпадали по цветам с этими центрами Ну, для начала Их просто совместим Как-нибудь Видим здесь оранжевый Не совпадает С голубым и желтым Здесь тоже не совпадает Поэтому вращаем Нет совпадения Центр зелено-красный И ребро зелено-красное Похоже Проверяем остальные Ребро голубое Центр голубой Желтый То есть этот центр придется развернуть Но стоит он на правильном месте Дальше Здесь все четко совпадает И здесь тоже Вот эти два ребра Стоят правильно Под своими центрами Здесь же Есть не совпадения Поэтому вот эти центры Нужно развернуть Для того, чтобы это сделать Держим крест снизу Поворачиваем Два раза Переднюю грань Тем самым Вводя ребро наверх Отводим в сторону Видим, что здесь Голубой цвет И поворачиваем центр Как раз Вот этим цветом Возвращаем ребро И дважды Поворачиваем фронтальную грань Обратно Теперь все совпадает Видим, что здесь у ребра Зелено-красные наклейки Значит центр нужно повернуть Так, чтобы красный был слева А зеленый справа Делаем то же самое Двойной оборот Передней грани Отводим в сторону Поворачиваем центр Нужной стороной Подводим сюда ребро Видим, что все совпало Если не совпало Опять отводим И поворачиваем нужной стороной И возвращаем Ребро Ребро На место Двойным оборотом Передней грани Вот теперь крест собран Крест собран правильно Сборка углов первого слоя Проводится по тем же принципам Что и в стандартном кубике 3х3 Ну а здесь углы хоть имеют Одинаковую форму Но не имеют одного Какого-то общего цвета То есть Если мы начали с белого Фиолетового центра Два угла Должны будет иметь Белый цвет Который будет Располагаться снизу Еще два угла Будет иметь фиолетовый цвет Который должен располагаться снизу Ну находим белый угол Вот к примеру Бело Красно Оранжевый Смотрим Нужен ли нам такой Белый Красный Оранжевый Ориентируемся Вот На этот цвет Этот И вот этот Да Такой угол нам нужен Он стоит как раз Над своим местом В этом случае Нам достаточно Вращать Пиф-пафы До тех пор Пока Элемент Не станет на свое место В данном случае Эта ситуация Равносильна вот такой На кубике 3х3 Когда белый цвет Направлен вверх То есть нужно сделать Три пиф-пафа Давайте попробуем Первый пиф-паф Элемент Пустился вниз Но развернут Неправильно Второй пиф-паф И элемент Развернулся Таким образом Что белый цвет Стал располагаться Справа Тем самым Нам подсказывает Что за один пиф-паф Он станет на свое место И вот Все стоит Хорошо Найдем второй Белый Уголок Он как раз Вот здесь И мы видим Что белый цвет Направлен Влево Если это Право Лево Вверх Если направлен Влево То видимо Здесь нужно делать Либо 5 пиф-паф Либо один Обратный То есть Эта ситуация Равносильно Вот такой На кубике 3х3 Мы можем сделать Обратный Пиф-паф Либо 5 обычных Я буду делать Обратный Поскольку Головоломка Крутится Очень плохо Он становится На свое место На свое место Переходим К фиолетовым Уголам Здесь Надо быть Внимательным Поскольку Фиолетовых Два Оттенка И будем Ориентироваться По другим Цветам Вот К примеру Уголок Фиолетовый Голубой Розовый Вместо Белого цвета Здесь Теперь Вот этот Фиолетовый Проверяем Фиолетовый Совпадает Голубой Совпадает Розовый Совпадает Вот с этим Стикером Фиолетовый Направлен Вправо Наш достаточно Будет Одного Пиф-пафа Да Все стало Хорошо Тут Затанное Черебро Встало Но это Мы коснемся Чуть позже Находим Еще один Он Как раз Поблизости Не стоит Путать Вот с этим У этого Фиолетовый Оттенок Немножко Другой Его Конечно Трудно Вот так Издалека Сравнить Но мы Проверяем По остальным Цветам Здесь Должен быть Фиолетовый Оранжевый И зеленый Фиолетовый Зеленый И желтый Не то Вот этот Как раз Тот Что Нужен Фиолетовый Цвет Направлен Вверх Здесь Придется Делать Три пиф-пафа Уголок Опустился Пока Неправильно Перевернулся В положение Что Фиолетовый Цвет Стал Справа Один Пиф-паф Еще И первый Слой У нас Собирается Сборка Второго Слоя Также Аналогично Кубику Три на Три Единственное Что здесь Нужно Использовать Разумные Алгоритмы И не стоит Применять Ромашки Лесенки Которые Разворачивают Центры Покажу На кубике Три на Три на Алгоритм Который Мы будем Использовать Если Вот это Ребро Нужно Поставить Вот сюда Мы Отводим Ребро В противоположную Сторону Поднимаем Правую Грань Возвращаем Возвращаем Получилась Вот такая Пара Которую Отведя В сторону Подняв Переднюю Грань Вставляем Сюда И опускаем Для зеркального Случа Естественно Делаем Все Симметрично Если Вот это Ребро Нужно Установить Сюда То есть Налево Мы Отводим В правую Сторону Поднимаем Левую Грань Возвращаем Возвращаем Получается Пара Отводим Ее В сторону Поднимаем Переднюю Грань Вставляем Пару Опускаем В этой Главоломке Мы будем Делать Подобным Образом Но Здесь Чуть Труднее Находить Нужные Ребра К примеру Вот в этот Свод Должно Быть Вставлено Ребро Которое Имеет Преобладающий Красный Цвет И маленькие Стикеры Оранжево И синего Цвета И если Поискать Мы находим Вот такое Же Ребро Подвигаем Его ближе И смотрим Вниз Направлен Красный Цвет Сверху Оранжево Синий Мы Должны Вот этот Красный Цвет Совместить С центром У которого Этот Красный Цвет Есть Красно Зеленый Все Расположить Именно Над ним Если Мы поставим Его Вот здесь То здесь Нет Красного Цвета И у нас Не получится Установить Его Тем Алгоритм Который Я показал И если Бы Оранжево Синий Стикер Находились Снизу То мы Бы Расположили Его Над этим Центром И выполнили Алгоритм Но Поскольку Красный Мы Располагаем Его Вот так И Не трудно Доходаться Что этот Элемент Нам придется Установить Вот сюда Налево То есть Вот здесь Он будет Совпадать Если Мы Устанавливаем Налево То Делаем Как я Показал На кубике Три На Три Отводим В правую Сторон Поднимаем Левую Грань Возвращаем Возвращаем Получаем Вот Такую Вот Импровизированную Пару Отводим В сторону Поднимаем Переднюю Грань Вставляем Пару И Опускаем Переднюю Грань Вот Пара стоит На месте Все хорошо Для Вот этого Слота Нам нужно Ребро Которое Есть Преобладающий Зеленый Цвет И Маленькие Стикеры Желтый И Голубой Смотрим Вот у нас Есть Какое-то Зеленое Ребро Подвигаем Его Ближе Видим Что Снизу Находится Желтый Голубой Цвета Значит Располагаем От желта Голубым Центром И опять же Нам приходится Вот этот элемент Ставить Налево Если мы повернем Вот так Он станет Хорошо По крайней мере К этому центру Развернутый Выходит То есть Применяем Тот же Самый Алгоритм Отводим В сторону Поднимаем Левую Грань Возвращаем Возвращаем Получилась Пара Отводим В сторону Поднимаем Переднюю Грань Вставляем Пару Опускаем И вот Уже Собрано В случае Если Ребро Располагается На своем месте Но повернуто Не той стороной Мы поступаем Так же Как в кубике Три на три К примеру На его место Поставим Какое-то Другое ребро Отведем В сторону Поднимем Вернем Вернем Вот получается Пара Некрасивая То что Это ребро Не то Которое Здесь должно Стоять Отводим В сторону Поднимаем Переднюю Грань Вставляем Опускаем Теперь Голубое Ребро Встало На место Зеленого А зеленое Соответственно Поднялось Наверх И отсюда Его мы уже Нужной стороной Можем установить На свое место Видим Что оно должно Перейти Ребро Стоять Стоять Гололомка Явно Не скоростная Но Ифтуэл Здесь Не очень Удобен При желании Попробовать Это сделать Сами Сборку Верхнего Слоя Мы опять же Начнем С креста Как и в кубике Три на три Для начала Правильно Ориентируем Четыре ребра Которые у нас Здесь Располагаются Присмотримся Центр имеет Серый И фиолетовый Цвета Соответственно Вот это ребро У которого Серый И фиолетовый Направлены К верху То есть К центру Ориентировано Правильно Вот это ребро Которого Серый И фиолетовый Направлены Вниз То есть От центра Ориентировано Получается Неправильно Вот это ребро Серое Розовый и зеленый направлены к низу Ориентировано правильно Поскольку если центр развернуть То серый цвет совпадет вот с этим А если повернуть Вот это ребро Поближе к своему центру То эти цвета совпадут И вот это ребро У которого фиолетовое направлено вниз А сверху зеленое и красное Ориентировано неправильно То есть фиолетовый должен совпадать с фиолетовым А зелёно-красный должен совпадать с зелёно-красным центром В итоге мы видим, что правильно ориентировано вот это ребро и вот это ребро Но они стоят не на своих местах, что нам сейчас пока не важно То есть если у нас два правильно ориентированных ребра То эта ситуация обычная, как в кубике 3х3, под названием палка И решается она так же, как и палка То есть нужно повернуть фронтальную грань, сделать пив-паф И вернуть фронтальную грань обратно Что мы сделаем? Вот это ребро правильно ориентировано и вот это ребро Поворачиваем фронтальную грань, делаем пив-паф И возвращаем фронтальную грань на место Проверяем Фиолетовый цвет стоит правильно Серый цвет стоит правильно То есть, вот эти крупные серые и фиолетовые цвета Должны быть направлены вверх Вот эти маленькие серые и фиолетовые цвета Тоже должны быть направлены вверх И так они и стоят То есть, все ребра правильно ориентированы Еще одна ситуация Проверяем Фиолетовый цвет направлен вверх Значит, стоит правильно Вот этот серый фиолетовый стикер направлен вверх, значит, стоят правильно. Здесь сверху желтый, значит, неправильно. И здесь зелено-розовый, значит, тоже неправильно. Получается, что правильно ориентировано вот это ребро и вот это. А это равносильно ситуации на кубике 3х3 под названием галка. Галку решить можно двумя способами, выбирайте тот, который нравится. Повернуть фронтальную грань, делать два пиф-пафа. Вернуть фронтальную грань на место. Получим крест. Либо повернуть фронтальную грань и сделать обратный пиф-паф. Мы также получим крест. Поскольку головоломка вращается очень плохо, я буду делать обратный пиф-паф, там движений меньше. Правильно ориентировано ребро и второе правильно ориентировано ребро. Вот эти два неправильных. Поворачиваем фронтальную грань, делаем обратный пиф-паф. И возвращаем фронтальную грань на место Проверяем Серо-фиолетовый, серо-фиолетовый, серый-фиолетовый Все стоят правильно Крест собран И еще одна ситуация Проверяем Серый вниз, фиолетовый вниз Серо-фиолетовый вниз И этот серо-фиолетовый вниз То есть все ребра ориентированы неправильно Это равнозначно ситуации точка на кубике 3х3 Которым можно решать Сначала сделать, к примеру, палку Получим галку И отсюда делаем галку Получаем крест Поступим точно таким же способом Делаем сначала палку Из любого положения Пиф-паф Вернем Смотрим Фиолетовый сверху, серый сверху Правильно ориентированы ребра Эти два неправильных Разворачиваем И сделаем галку И сделаем галку Фронт Обратный пиф-паф И получается крест Фиолетовый Серый Серо-фиолетовый Серо-фиолетовый Все на месте Таким образом мы рассмотрели Все случаи Которые могут встретиться При ориентации ребер Теперь нам надо эти ребра Переставить Для этого нам потребуется комбинация С кубикой 3х3 Под названием Рыбка Она используется для сборки ОЛЛ В нашем случае Она будет необходима Только для перестановки Ребер Р У Р У Р У2 Р Р Вот ОЛЛ Собрался И можно использовать Зеркальную комбинацию Л У Л У Л У2 Л Вторая Необязательна Но в некоторых случаях Она ускорит сборку Первым делом Мы должны найти Ребро Которое Правильно подходит К верхнему центру К серо-фиолетовому В нашем случае Такого ребра нет И в этом случае Мы просто делаем Рыбку Из любого положения Р У Р Штрих У Р У2 Р Штрих И видим Такое ребро Появляется Развернем Таким образом То есть Вот эти стикеры Подходят к центру Как положено Нужно Взять Это ребро Перед собой И дальше Также Крутить Рыбку Для красоты Можем Установить Вот это ребро Над своим центром Рыбка Переставляет Вот эти ребра Против часовой стрелки Мы видим Если мы сейчас Прокрутим рыбку То вот это ребро Встанет сюда А это ребро Встанет сюда Это соответственно Перейдет сюда Давайте сделаем Р У Р Штрих У Р У2 Р Штрих Видим Что ребра Все равно Не стали По своим местам Поскольку Движение Происходило Против Часовой стрелки То есть Если мы бы сделали Зеркальную рыбку То Все случилось бы За один алгоритм Но расстраиваться не стоит Можно просто сделать Еще раз Р У Р Штрих У Р У2 Р Штрих И вот Несмотря на Спротивление Головоломки Мы все-таки Расставили Ребра По местам Ну и покажу Пример Применения Зеркальной рыбки Или левой Так ее проще Называть Мы видим Что если мы переместим Вот эти ребра Против часовой стрелки То они не встанут На свои места А если по часовой стрелке То вот это ребро Хорошо встанет Вот сюда Это ребро Хорошо встанет Сюда А это Сюда То есть если нам нужно Движение по часовой стрелке Применяем Левую рыбку Если против часовой стрелки Применяем Правую рыбку Правая рыбка делается Справа Левая рыбка делается Слева Л штрих У штрих Л У штрих Л штрих У два Л И видим опять Все ребра Стоят по своим местам То есть Для сборки Ребер Нам потребуется Только стандартное Знание Три на три И комбинация Рыбка Которую наверняка Уже многие знают Из тех Кто собирают Три на три Для того чтобы Собрать Оставшиеся Углы Нам новых знаний Никаких Не потребуется Но Сначала мы их Расставим По местам А потом уже будем Разворачивать На своих местах Присмотримся Вот этот угол Желтый Зеленый Фиолетовый Стоит Не на своем месте Здесь цвета Голубой Светлый Зеленый И серый Следующий угол Серый Зеленый Голубой Цвета другие Этот угол Желтый Серый Розовый Цвета не те Этот угол Фиолетовый Красный Голубой Здесь как раз Такие Есть То есть Вот этот угол Стоит На своем Месте И это Хорошо То есть Теперь мы Опрокидываем Кубик На себя Вот этим Верхним Слоем И делаем Стандартный Алгоритм Из кубика Три на три Правильно Стоящий угол Находится Вот здесь Здесь можно Применять Любой другой Алгоритм Для перестановки Трех углов Я буду Показывать Тот Который Был В моем Методе Для начинающих Напомним Как это Было То есть Правильно Стоящий Угол В нашем Случае Он стоит Правильно Но неправильно Ориентирован И делаем Алгоритм Р У Штрих Р Д2 Р Штрих У Р Д2 Р2 И углы Становятся По местам Если не получилось С первого раза Можно сделать Два раза Либо использовать Обратный Алгоритм Этот угол Стоит на своем месте Начинаем Вращать Р У Штрих Р Д Два Р Штрих У Р Д Д Д Д Д Д Д Д Д Проверяем Мы видим Что Два угла Стали на свои места И правильно Ориентированы А эти два Стоят на своих местах Но развернуты Неправильно То есть Нам хватило Одного алгоритма Если углы Не стали Сразу На свои места Просто этот алгоритм Нужно повторить Либо опять же Сделать обратный Изначально Если Не было Ни одного угла На своем месте Просто Из произвольного места Делаем Алгоритм И такой угол Появится То есть Все то же самое Как в базовом методе Для 3х3 Теперь Чтобы Развернуть Вот эти углы На своем месте Мы применим Те же Методы Что для кубика 3х3 Если в кубике 3х3 нам требовалось Развернуть углы На своем месте Мы прокидывали Желтой гранью Налево Смотрели Вот на этот уголок Если желтый цвет Был направлен вверх Мы делали 4 пиф-пафа Один Второй Третий Четвертый И он разворачивался Подворачивали Следующий Если желтый Смотрел назад Мы делали Два И Желтая грань Собиралась Здесь Грань Не желтая Но принцип сборки Тонщий Верхняя грань У нас имеет Основные цвета Это серый Фиолетовый И именно серо-фиолетовый Центром Мы должны Прокинуть Налево И Будем Разворачивать Вот этот уголок Здесь трудно Ориентироваться Какой цвет Куда смотрит Но можно предположить Что вот фиолетовый Направлен вверх Поэтому Нужно сделать 4 пиф-пафа В подобных Голоках Проще Сделать два Посмотреть Хорошо он стоит Или нет И потом Сделать еще два Начнем То есть Центр слева Уголок Вот здесь Делаем пиф-пафы Один пиф-паф Второй пиф-паф Видим Что Уголок Развернулся И фиолетовый цвет Теперь направлен назад Значит Наше предположение Было верно Здесь достаточно Еще два пиф-пафа Третий пиф-паф Третий пиф-паф Четвертый Вот уголок Правильно Развернулся Подворачиваем Следующий Смотрим Здесь основной цвет Серый Получается И серый направлен назад То есть Должно хватить Двух пиф-пафов Один пиф-паф И второй пиф-паф Проверяем Все углы собраны Остается только Довернуть Если Количество Углов Которые нужно Развернуть Больше То просто Продолжаем Делать пиф-пафы До тех пор Пока все уголки Не развернутся В принципе Это вся информация Которая необходима Для сборки Головоломки Додекаедрона 3х3 Либо СКЮП Мегамикс Хотя никакой НИСКЮП И Мегамикс Лишь отдаленно Напоминает Своей формой Вращение Головоломки Очень слабенькое Некомфортное Поэтому Не рекомендую Головоломку Для скоростной Сборки Обучающее видео Записал Только потому Что эта Головоломка Почему-то Есть у многих И Соответственно Возникают Какие-то Вопросы У начинающих Спидкуберов Тренируйтесь И все У вас Получится А на этом все Всем спасибо Всем пока Субтитры Субтитры Субтитры